Слава Иисусу Христу! Радуйтесь, Господи! Еще раз говорю, радуйтесь! Правда, сегодня у нас радостные не только лица, но и радостные сердца, что мы в Доме Божьем, этот особенный день, день благодарения, день жатвы. Мы очередной раз празднуем этот праздник жатвы. Это, знаете, не должно войти, как обычай традиции, это особенное состояние наших бессмертных душ. Да, слава Богу, еще один год позади. Лето было жарко, много было труда на Ниве Божьей, и мы благодарны Господу за все те труды, которые совершали наши братья в разных местах, разными лагерями и нашими евангелиционными служениями, которые мы совершали во славу нашего Господа. Естественно, мы знаем, каждый раз, когда мы приходим в Дом Божий, это великая радость, чтобы мы были внимательны к Слову Божьему. Здесь мы получаем ту духовную пищу, которая необходима нашим бессмертным душам, чтобы утверждаться верою и дальше следовать за нашим Господом, чтобы быть этими тружениками на Ниве Божьей, о которых просил сам Господь Иисус Христос, чтобы мы просили Господина Жатвы, чтобы Он поставил делателей на Ниву Свою. Мы живем в такое благословенное Господом время. Вы знаете, что наши предшественники, братья и сестры, которые жили лет 30, 40, 50, 60 лет тому назад, они намного были в худших условиях, и как мы должны быть благодарны Господу за то, что Господь услышал ихние молитвы, ихняя вот эта ревность, их служение, мы имеем вот такое благословенное время. Мы благодарны Господу, что Бог посылает каждому из нас особенно дары, таланты, чтобы мы могли вот это живое Слово, которое в наших сердцах еще сеять этому окружающему миру. Слава Богу, что мы имеем этот обильный урожай и в этом году, правда? Мы радуемся, когда есть пропитание для наших тел, и мы радуемся, когда есть у каждого из нас в огороде что-то мы весной сеяли, а осенью уже собирали, и мы благодарны Господу за этот урожай. Мы вначале слышали Слово Божие, что на земле во все дни до закончания существования земли сеяние и жатва будет продолжаться. Мы благодарны, во все дни написано. Мы знаем, что земля во всех местах земного шара во все дни кто-то сеет и кто-то пожинает то, что посеял. Поэтому, а в духовном плане, каждый из нас мы должны быть, знаете, бодрствующими христианами, любящими Господа, любящими всех даже наших врагов, и сеять это доброе семя, которое Бог вселяет в наши сердца, где здесь мы укрепляемся, утверждаемся верою. Поэтому хорошее место в жизни написания, именно относящиеся к этому дню каждому из нас. Последняя Галатам 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Как важно, чтобы мы на каждом месте ощущали Божие присутствие, Духа Святого в нас и среди нас, когда мы кому-то что-то говорим, кому-то что-то сеем. Коснется ли это слово этому человеку, или даже мое поведение, мое отношение к этому человеку, чтобы этот человек уверовал, что был этот плод, плод познания Господа Иисуса Христа, первый плод, плод покаяния. Это немаловажно. Поэтому, чтобы мы это имели, естественно, приходим в это желанное место каждого брата, каждой сестры, я думаю, что оно так и есть, чтобы подкрепить наши бессмертные души этими чудными гимнами, которые Господь благоставляет наши хоры. Ведь я всегда говорю, это песнопение, это тоже проповедь в музыкальном сопровождении. Это, знаете, как каша с маслом хорошая, чтобы оно именно входило в наши сердца, в наши мысли, чтобы мы еще раз пересматривали и благодарили Бога и за эту духовную пищу, которую Бог нам дает. Укрепляемся этим. Естественно, чтобы она не оставалась в нас, чтобы мы были плодовиты и сочны, как мы читаем на странице Священного Писания, до глубокой старости. Поэтому этот важный плод, который необходим каждому, и знать, чтобы этот плод был Духа, также мы читаем Галатам 5 глава 22 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это целый плод должен быть сопровождать в нашей повседневной жизни. Мы не можем без любви Божьей иметь любовь к окружающему, поэтому мы должны всегда любить Господа в первую очередь и любить ближнего своего, как самого себя, и все совершать с радостью, как во славу нашего Господа Иисуса Христа. Иметь этот Божий мир, мы знаем, что мир превыше всякого ума, который соблюдет и сердца наши, и помышления наши в Иисусе Христе, и мы благодарны Господу за этот мир, который Он принес в наши сердца. Мы имеем это долготерпение. Всегда ли у нас терпение, говорит, кончилось, да, мы должны в это время, мы часто говорим, включить долготерпение, чтобы перенести эти трудности, переживания в нашей жизни, или разного, бывают обстановки, ситуации, чтобы мы могли иметь это долготерпение. Это тоже плод Духа. Благость. Мы должны всегда совершать эту благость, благотворительность окружающему миру, и в этом иметь рассудительность, как мы поступаем, как мы совершаем, иметь это сердце своё, милосердие, естественно, вера. Без веры угодить Богу невозможно. Кротость и воздержание, они должны всегда сопровождать каждого из нас в нашей повседневной жизни. Поэтому желаю и себе в первую очередь, и каждому брату, каждой сестре, и кто пришёл на это торжественное наше служение, чтобы мы имели этот особенный плод, он целый, его нельзя разделить. Если какой-то составляющий, какой-то атрибут из этого не хватает, мы должны просить у Господа мудрости, чтобы это был полноценный плод этого Духа, и через него, имея вот этот плод в своём сердце, совершать это великое поручение Господа нашего Иисуса Христа. Идите и проповедуйте Евангелие, и кто уверует и крестится, спасён будет. Пусть его им проставится в нашей жизни, нашего любящего Бога, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.